В Брестском государственном профессиональном техническом колледже приборостроения прошла республиканская акция БРСМ «Азбука гражданина 3.0». Она направлена на привлечение внимания молодежи к важным для нашей страны событиям. 27 февраля состоится республиканский референдум по внесению права к Конституцию. В будущем именно молодому поколению белорусов предстоит жить и развивать нашу страну. Поэтому так важно именно сейчас определить правильный вектор развития государства. Республиканская акция «Азбука гражданина» поможет молодым людям разобраться в сложных юридических определениях простым языком, чтобы каждый из них, отдавая свой голос, осознанно выбрал пункт «за» или «против». «Азбука гражданина 3.0» – это новый информационный проект для более доступного информирования студентов, молодежи, подростков о предстоящем референдуме. Это мы упростили информацию для них в таком режиме, чтобы им было более достоверно понятно, что такое референдум, для чего он проводится, самые основные его позиции. Электральная активность молодежи поднимается за счет доступности, понятности языка. Все-таки юридический язык для многих тяжелый, а мы даем в более простом формате объяснение того, что будет и чего ожидает ребят. На протяжении последних месяцев активисты БРСМ проделали большую работу в плане просветительской деятельности. В частности, помимо акции «Азбука гражданина» проведено порядка 200 диалоговых площадок с участием студентов вузов, правтехучилищ и колледжей. Активное обсуждение права к конституции продолжается до сих пор. Мнение молодежи учитывается на самом высоком уровне. Электоральная активность молодежи – большая заслуга молодежной государственной политики. Активность есть, и она очень большая, потому что даже судить по нашим диалогам, потому что реализовали еще помимо этого большое количество диалогов, почти 200 диалогов прошли за время уже объявления, что будет у нас референдум, обсуждали проект конституции, носили изменения, что очень приятно. Очень много поступало предложений по внесению референдума, которые были тоже учтены, и была дана правовая оценка. И некоторые, я думаю, уже есть, точнее не думаю, я знаю, что есть уже изменения в проекте конституции, которые будут именно принимать наш народ, наши государства. Помимо этого, также ребята сами проводили диалоговые площадки, обсуждали в своих коллективах, это и студенческие отряды. Это и в классах, в учреждениях действительно играли и проводили различные игры именно по референдуму, обсуждали проект референдума, и таким образом проявлять свою гражданскую активность. Многим ребятам предстоит принять участие в голосовании токового масштаба впервые, но учащиеся Брестского колледжа приборостроения подходят к этому вопросу с большой долей ответственности. Мне уже есть 18, и я буду первый раз принимать в этом участие. То есть, можно сказать, это даже честь для меня, для того, что я приму в таком большом мероприятии Республики Беларусь. Также хочу сказать, что это очень важно для нас принять, ведь мы принимаем закон, мы принимаем то, что будет дальше в Беларуси, мы будем жить здесь, и для нас это очень важно. Я считаю, что молодежь хочет больше, чтобы нам отдавали, скажем так, возможности реализоваться, потому что у нас есть новый взгляд на нашу Беларусь, на Беларусь, которую мы хотим видеть. И мы хотим внести что-то свое, что-то вот молодежное, потому что классно, когда есть стабильность, но еще лучше, когда дают новой крови, так сказать, реализовывать то, что мы хотим, потому что мы видим одну Беларусь, а старшее поколение видит другую Беларусь. Но мы не хотим отрываться от наших традиций, мы хотим привнести в наши традиции что-то новое, что-то инновационное. 27 февраля каждый житель нашей страны обязан прийти на свой участок для голосования и сделать выбор. Не важно, какой он будет, главное, чтобы ни один человек не оставался равнодушным к важным событиям, которые напрямую влияют на судьбу Республики Беларусь. Александр Богданович, Александр Воронин, Юрий Лемонтович, телекомпания БУК-ТВ.